Алексей Тишкин на ученом совете классического вуза воздержался голосовать за переход от факультетов к институтам. В предвыборную кампанию по выборам ректора он стал известен как борец за сохранение устоев вуза и его качественное развитие. И хотя Тишкин уверен, что обновление университету необходимо, его, как и некоторых других продвинутых преподавателей, очень смущает один важный момент. Конечно, университет теряет свой дух свободной воли, да, то есть теперь коллектив не может выбирать, в общем-то, как раньше деканов. Сейчас, в общем, будут назначаться директора. Тишкин уверен, многих деканов, которые пока исполняют обязанности директоров институтов, в вузе теперь сменят, возможно, на более молодых и активных. Но таково решение, принятое ученым советом. Директор назначается приказом ректора. С нами Сергей Бочаров встретиться не смог. В связи, цитирую, с чрезвычайной занятостью. Руководить легче, когда человек назначается. Да, другое дело, что когда человек избирается, за ним реально стоит коллектив. Это все определяет сам вуз. У нас, например, директор и декан – это такие же равные выборные должности. Педагогически тоже целенаправленно движется к институтам. Это структуры более крупные, чем факультеты, и готовят они специалистов разных направлений. К примеру, историки и будущие представители туриндустрии смогут встретиться только в рамках института. Трансформация исторического факультета в Педе – ближайшая перспектива. Он давно перерос, просто факультет. А еще у многих институты ассоциируются с расширением научной деятельности. Яркий тому пример – технический вуз. Когда мы стали институтом, нас стали, возможно, даже чаще приглашать на различные выставки, на которых основными ведущими участниками являются все-таки производственные предприятия. Это открыло нам возможность показать наши возможности, что мы можем делать определенные научные разработки, которые вполне себе могут применяться промышленными предприятиями. Научные школы в техническом есть практически на каждой кафедре и каждом направлении института биотехнологии. Химики перерабатывают растительное сырье, экологи очищают воду, у пищевиков диапазон научных изысканий огромен, напитки, булочки, сыры. Студенты в рамках учебы в институте могут стажироваться за границей. В этом году у нас девушки ездили в Болгарию и проходили там практику. То есть на предприятии, в отеле, 4 звезды, они работали на протяжении 3 месяцев. Это колоссальный опыт. Главное для института, я считаю, это разнообразие форм. Уровень, извиняюсь, все равно у каждого будет свой. Поэтому, да, я считаю, что со временем мы придем к тому, что университеты будут состоять из институтов. Какие риски ждут сотрудников при переходе от факультетов к институтам, а главное, как и за какие средства будет происходить глобальная трансформация, к примеру, в классическом ВУЗе? Вопрос, который до сих пор волнует заведующего кафедрой, теперь уже института, истории международных отношений Алексея Тишкина. Собственно, и по этой причине он воздержался голосовать за преобразование. Сколько этого, по-вашему, может быть вложений? Даже не посчитать, да? Я не в курсе, никто не ответит вам на этот вопрос, потому что я думаю, что этим никто не занимался. Правда, письменно ректор классического ВУЗа ответил нашей редакции, что существенных вложений на решение технических моментов, к примеру, замену вывесок, не потребуется. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...